Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! У нас новое прохождение продолжается, а вы не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, кто не подписан, и поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. И у нас для вас хорошая новость, потому что мы смогли заработать достаточно вещей, найти вот этих всяких там веревок, кружечек, кружечек, я не знаю, ю-йошек, карт каких-то, чтобы прокачать хотя бы одну способность у нашего Леонарда. Это круто, ребята, потому что Леонарда уже на ступени 2 и будет файтить намного мощнее. А, кстати говоря, кто хочет прокачать свою игру изи просто, не проходя ничего, просто можно обратиться к нашему подписчику, он сотый уровень аккаунта апнет, кучу баксов мутагена добавит, любого персонажа, любую колоду из магазина можно у него также взять. Ребята, обращайтесь, проходите игру вот так вот быстро, как мы раньше проходили, а мы сейчас стараемся сделать это всего лишь с подпиской Додзе, кстати, которую тоже можно приобрести у нашего подписчика. Вот так вот она выглядит, как видите, у нас мутагенная машина накапливается, через 22 дня у нас появится такая же машина, только на баксах, а потом на молнии, а потом еще и AprilDNK появится, у нас мы тоже сможем получать, а самое, что прикольное, это сенсея можно будет получить в какой-то момент и просто заходя каждый день в игру. Да, ребят, это круто! Это очень круто, то есть у вас появится шанс получить спеллинтера, потому что это один из самых редких и сложно добываемых персонажей в игре. Вот так вот, ребят, так что обращайтесь к нашему подписчику, оформляйте подписку Додзе и также наслаждайтесь игрой, как и мы, а мы дальше будем старательно проходить и рассказывать вам самые лучшие техники прохождения черепашек Ниндзи Легенды, чтобы вы дошли до сотого уровня сами мощно и получая от этого хорошее колоссальное удовольствие. У нас третья глава, одна нога там, другая здесь, мы знаем, что в конце ее нас ждет Шреддер, но у нас пока что только первый эпизод, нормальный режим. И здесь мы будем бороться против Тимонзи, ты посмотри, только восьмого уровня, кстати говоря, он у нас. Мы встретились с новоподлые пурпурные драконы. Пульверизатор, о чем ты говоришь? Какие пурпурные драконы, ух, их тут нет. Ох, пульверизатор, походу там. Не пытайся увильнуть от правосудия, сейчас я тебе, я тебя пульверизирую. Ха-ха, и я, и я, удар ногой, калмар, и я. Ха-ха, ты этого идиота вообще знаешь, а? Ха-ха-ха, да, его зовут Тимати, здесь что-то не так. Ха-ха, явно что-то не так с этим другом, посмотрим, насколько хороший он будет в бою. В этой игре, ребята, давайте наберем 500 лайков и выйдет новая серия по прохождению черепашек Низе Легенды. Да, и напишите в комментариях, кто вместе с нами начал игру и кто проходит тоже, ребята, и напишите, какой ваш любимый персонаж на старте, вот из всех тех, которые у нас есть. И напишите, какие у вас есть на старте, у нас в игре большое преимущество, потому что у нас есть Дони Волшебник, это прям круто. Да, Дони наш скрасил вообще просто бой и, конечно же, доставляет нам прям хороший такой дамаг и хил, и еще массовая атака у него есть, оп. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Get All Hard Play, ссылка в описании. Очень хорош, очень хорош персонажи, потому что иначе были бы с одним только хилом у Леонардо. Да, ребята, вот такие вот дела. И, кстати говоря, не забывайте про составы, за которые мы играем, ваши, да, в комментариях пишите три персонажа в столбик, потому что будут выходить видео, где мы будем на старом аккаунте бороться в PvP-режиме против мощных, мощных персонажей и противников. У нас пока что противники нас атакуют, а мы готовимся их контратаковать. Да, грибочки появились, назойливые, у которых есть хил, но у этих именно нету, но тем не менее будут там вот эти друзья, которые все время портят нам картину. Согласен, а пока что мы еще должны этих крыс раскатать. И крыски у нас первый раз в игре, между прочим, но у нас очень хороший дамаг, ребята, очень хороший дамаг. Не знаю, как мы сейчас справимся с Тимоти, потому что он восьмого уровня, на равных с нами, у нас у Дони мало хилсов. Ну, я надеюсь, что мы все-таки справимся, потому что, кстати, вот эти синие грибочки, по-моему, умеют лечить. Да, именно эти. Желательно их нам истребить первыми. Да, они, конечно, могут нам задать жару. И, кстати, пульверизатор, если будет атаковать, он может с одного удара, мне кажется, и вынести нас, потому что у него хорошие, мощные атаки. Есть у него такие, я согласен. Посмотрим, посмотрим, что он вообще может. Мне кажется, он будет, наверное, провокацию использовать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, провокация сразу с ходу, ребята, ну как же так? Так, грибочек лечит, то, что мы и ожидали, так мы и думали. Все, все ожидаемо. Да, вот я так и думал, что именно они будут портить нам всю жизнь, ребята, эти маленькие грибочки, которые вот так вот лечат и лечат, лечат, еще лечат. Они постоянно будут лечить, надо их дамажить по полной. Мы практически уничтожили, можно сказать, пульверизаторы, но вот это вот лечение грибов все нам подпортило. Совсем подпортило, и сейчас они еще и дамаг будут нам наносить, хорошо хоть слабый. Очень слабенький, кстати, пульверизатор 81 под пониженной атакой смог нам нанести. Ничего себе, это где-то 150 он бы и так задамажил нам, да? Смотри, грибочки-то остались. Но они слабые, надо признать, и остался один гриб, и мы проходим, я бы сказал, легко, даже на 3 звезды. Ну, у нас еще впереди очень много эпизодов, ребята, очень много. И, конечно, не забывайте поставить лайкусик команде T-Tool, потому что мы стараемся, проходим для вас заново игру, вы очень просили. И мне кажется, это классный экспириенс, так что напишите в комментариях, кто рад этому моменту. У нас второй эпизод, и здесь уже, возможно, будет действительно очень-очень серьезное испытание. Против нас будет крысиный король аж на 9 уровне. Ничего себе, и 3 звезды у него, еще и куча крыс. Как мы здесь справимся в этом подземелье? И 3 волны, между прочим, нас ждет, и сразу же крысы бросаются в бой. Если честно, они не слабые совсем. Очень не слабые, мы практически потеряли карай, а еще у этой крысы есть контратака. Ого, и сейчас мы потеряем карай. Опа, нет, пока что не теряем, но... И что с там делать? Да ладно. Мне сейчас и защиту понизили, ого. Надо срочно лечить нашу карай, иначе... Поможет это или нет? Может и не поможет. Мне кажется, не поможет. Ну что, давай пробуем немножко на себя привлечь внимание. Наш Донни-волшебник огненные шары бросил. Ооо, как удачно, а! Прямо грамотно, вместо хила, да, использовали вот именно огненные шары. И мне кажется, мы чуть-чуть скрасили. Немножко, немножко продлили наше существование. Вопрос, кого будут атаковать вот эти крысы. Хотя, грамотнее было бы массовую атаку вот здесь использовать уже против 4 персонажей. Это было бы, тактически согласен, еще грамотнее. Но у нас выбора не было, мы могли бы потерять карай. Да, вот видишь, здесь уже крысы атакуют совершенно по-другому. По крайней мере, они не сагрились на нашу беднягу Карай. Да, Карай надо подлечить, кстати говоря. Да, мы так и поступим. И наш волшебник, любитель пиццы, спасает свою союзницу. Донни-молодец, ребята, Донни-молодец. Он всегда такой компанейский и, конечно, такой волшебный. А вот нейтрализатор у нас, да, мак-дилер. Вот так и посмотрите, как мощно он файтит. С одного раза практически выносит противников. Честно, все-таки тактически мы все грамотно сделали. И наша карай жива, и мы на третьей волне. А сейчас нам придется сразиться с девятым уровнем противником. Это будет крысиный король. Ой, крысиный король. Не знаю, файтить его или крыс, наверное, его. Давай попробуем с него начать. Все-таки он здесь самый главный, самый топовый. И надо попробовать, может, какой-нибудь дебафик на него, что ли, повесить там. Да, скорость атаки уже неплохо. И нейтрализатор мощный. О-о-о-о! Ничего себе! Это было круто, реально. Это прям победа, ребята. Успех, потому что мы избавились от босса. А теперь нам просто надо обороняться и хорошо файтиться. Три крыски седьмого уровня совершенно не такие, как крысиный король девятого. Он даже не смог нас атаковать. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Детол Лего. Ссылка в описании. Просто, просто ушел со сцены. Это было круто, реально круто. И вот тактика, ребят, тактика здесь очень и очень важна. Да, потому что это пошаговые вещи. Здесь можно подумать, прикинуть свои варианты. И вот так вот зафайтить, не потеряв ни одного персонажа. Хотя Карай мы могли лишиться еще с первых моментов. Да, у нас был такой шанс. Но мы использовали наши способности, наших героев. Просто максимально грамотно. Это супер, и поэтому мы победили. И сейчас посмотрим, что мы там можем еще прокачать. У нас уровень-то не поднялся. Сейчас узнаем. Опа. О, Крэнги. Сканирование обнаружила одну из черепах, в поисках которых Крэнги ведут сканирование. О. Несколько близки те, кого называют черепахами, Крэнгам. О, мне кажется, ему совсем плохо. Может, они у тебя прямо за спиной? Точно, никто не мог этого ожидать. Говорит, это Раф появился у нас на сцене. А у нас еще нет Рафа. Как так? Ну что за дела? Где наш Раф, и мы его должны получить? Рафик, смотри, задание. Мы выполнили какие-то еще задания? Давай заберем. Ого, ты только посмотри, у нас 200 мутагена. Да, 200 мутагена. О, а мы сейчас уровень поднимем, мне кажется. И с Игоря, возможно, да, левел поднимем. Нет, а сколько нам? Давай достижения заберем. А, вот здесь сейчас точно. И к спишке нам 75 привалит, и мы точно апнем себе лывак. Десятый уровень, ребята, десятый уровень. Уже, уже просто с седьмое видео у нас. Это что такое? Ты видел, какой-то приплёснутый. Да, да, Крис, да, это немножечко подприплёснулся. И что у нас в колонии здесь выпадает? Пицца, мутаген, баксы, сюрикены, 2Х, кстати говоря, спасибо, Додзе. И Змейка бьёт. Ну так, немножко обидно, Змейка такой. Ну и, конечно же, ретро-ДНК, ребята. Вот это да. И теперь мы можем апнуть. Аж на два уровня, кстати говоря, представляешь? Да ладно, подожди, мы на девятый уровень апнули. А потому что нам дали целый 75Х пышки. А, ничего себе, вот это мощно. Два уровня сразу подняли, и я тебе могу сказать, что здесь уже начинаются определённые трудности с мутагеном. Вот тут они бы уже чувствовались у нас, если бы не Додзе. Согласен, но пока что видишь, у нас есть запасы, 5900-300. Не знаю, на сколько нам ещё его хватит. Но, опять же, у нас есть Додзе, спасибо нашему подписчику. А это значит, что, скорее всего, у нас не будет с этим проблем. Ребята, кто досмотрел это видео до конца, напишите в комментариях, и мы поставим вам сердечко от команды Детол. Так что и будем знать, кто у нас огромный молодец, и кто смотрит наши ролики до конца. Также лайкусик влепите, поделитесь этим видео со своими друзьями, и до скорых встреч. С вами была команда Детол, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok